Добрый день, глубоко уважаемые коллеги! Хотела бы поблагодарить за возможность участия в этом форуме. И всегда испытываю робость, выступая именно в этом зале, потому что, мне кажется, видя портреты тех, кто стояли у истоков нашего направления, иного чувства испытывать невозможно. Сегодня передо мной стоит довольно сложная задача в рамках 20 минут рассказать о трех разных вариантах заболевания. Поэтому я бы хотела в возможности выступить без вопросов в течение выступления. И если они возникнут, задать их. Услышали вас, как бы нам не сложно, но мы постараемся вас не переливать. Я думаю, в этой аудитории важность той темы, о которой мы говорим, доказывать нет смысла. И мы с вами в настоящее время наблюдаем две революционные ситуации. Это появление таргетной терапии, иммунотерапии. И это те два направления, которые создали ту ситуацию, с которой мы в настоящее время имеем место жить. Это то, что кардинально изменило подход к лечению, стало основой персонализированного подхода и изменило продолжительность жизни наших пациентов. Сегодня мы понимаем, что мы говорим об очень разных подвариантах заболевания. И говоря об аденокарциноме, частота встречаемости которой составляет более 40%, и, как правило, это заболевание ассоциировано с наличием различных драйверных мутаций, мы можем предложить пациенту абсолютно разные терапевтические подходы. АЛК-мутация, частота встречаемости порядка 5%. И возможность составить портрет пациента с АЛК-мутацией – это сложная задача, но, тем не менее, мы говорим о пациентах молодого возраста, не куривших или мало куривших в прошлом. Наиболее частым подтипом является аденокарцинома и отсутствуют другие активирующие мутации. Первым препаратом, который ворвался решительно в нашу жизнь в плане терапии пациентов с АЛК-мутацией, это был кризотениб, и он доказал свою безусловную эффективность по отношению к химиотерапии как в первой, так и во вторых линиях использования препарата. Церетениб в первой линии АЛК-мутированного немелкоплячного рака лёгкого также продемонстрировал высокую эффективность, которая была выше, но не в прямом сравнении, а вообще выше, чем у кризотениба, и составила 16,6 месяцев против 8,1 месяца. Справедливости ради надо сказать, что в настоящее время в арсенале российских онкологов 4 препарата зарегистрированных. Мы обо всех этих препаратах сегодня скажем, и задача, которая перед нами стоит Константин Константинович, сказать решительно до одному из препаратов, или показать место того или иного препарата при планировании варианта лечения пациента. Эта задача сложная, но я постараюсь штрихами как-то это обозначить. Тот подход, который важен для нас как для онкологов, понимание того, что метастатическое поражение головного мозга это один из краеугольных вопросов пациентов с немелкотечным раком. Легко, потому что порядка 44% первичных пациентов уже имеют метастазы в головном мозге. И, соответственно, наличие у препарата свойств интракраниальной активности либо протективной активности относительно развития метастатического поражения головного мозга это то, что стоит, пожалуй, в углове угла. И препарат церетиниб продемонстрировал интракраниальную активность, которая существенно отличалась от кризотениба. Лорлотениб – это следующий препарат, который вошел в арсенал онкологов. Мы больше можем говорить о использовании препарата во второй и последующих линиях терапии. Он действительно эффективен, и чем раньше он назначается, тем больше эффективность демонстрирует. Так, медиана общей выживаемости у пациентов после назначения препарата у пациентов, имеющих одну линию терапии, составляет 38,5 месяцев. Если он назначается при продвинутой стадии в более продвинутых линиях, то в два раза меньше. Всегда интересно сравнить препарат со стандартом. А поскольку стандартом является кризотениб, то препарат алектиниб – это первый препарат, который сравнивался в своей эффективности не с химиотерапией, а со стандартом терапии алкомутированного неблагоплечного рака лёгкого, то есть кризотенибом. И тот эффект, который препарат продемонстрировал, он, на мой взгляд, один из самых выдающихся, которые мы имеем в настоящее время при назначении таргетной терапии пациентов с активирующими мутациями. Выживаемость без прогрессирования составила почти 35 месяцев против 11 месяцев при назначении кризотениба, что говорит о снижении риска прогрессива на 57%. И очень важный параметр для онкологов, параметр, о котором мы крайне редко говорим, всё-таки это общая выживаемость. И пятилетний рубеж переживает 62,5% пациентов, получающих алектиниб, по сравнению с 45% пациентов, получающих кризотениб. То, о чём я уже говорила, это возможность наличия протективного эффекта у препарата пациентов в группе алектиниба в 4 раза реже прогрессировали в ЦНС по сравнению с группой кризотениба. Это существенные цифры. Ну и очень высокий интракраниальный ответ демонстрирует препарат в медианное время без прогрессирования у пациентов с метастазами в головной мозг составляет 11 месяцев против 1,5 месяцев при назначении химиотерапии. Препарат, который я не могу обойти своим вниманием, он не зарегистрирован в настоящее время в России, но зарегистрирован на других территориях. Это препарат бриготиниб. Препарат в самом деле интересен, поскольку у него есть те параметры, которые его серьёзно отличают от тех препаратов, которые были мною названы ранее, кроме алектиниба. Медианное время без прогрессирования при назначении его в первой линии терапии составляет 29,4 месяца против 9,2 месяцев при назначении кризотениба, что особенно ценно. Это второй препарат, эффективность которого сравнивается со стандартом, то бишь с кризотенибом, и мы видим, что дельта составляет более 20 месяцев. Второй аспект, на котором мне хотелось бы остановиться, это интракраниальный ответ, протективная и лечебная активность бриготиниба у пациентов с метастатическим поражением головного мозга. Вы видите, что препарат действительно эффективен у пациентов с метастатическим поражением головного мозга, и он снижает относительно риск прогрессирования или смерти на 76% по сравнению с кризотенибом. Сейчас инициировано исследование компании Токеда, где идет прямое сравнение двух препаратов, которые прависсимо прозвучали сегодня, это алексиниб и бриготиниб. Набор пациентов будет завершен в 2024 году, и я думаю, что в ближайшие несколько лет мы с вами точно сможем сказать, какой из препаратов будет демонстрировать большую эффективность. В настоящее же время, понимая, что один из препаратов, о котором я говорила, не зарегистрирован в России, картинка оптимального назначения препаратов при наличии у пациента ЛК-мутации в соответствии с клиническими рекомендациями, на мой взгляд, выглядит следующим образом. С учетом того, насколько эффективны препараты в первой и во вторых линиях, и мне бы хотелось еще раз напомнить, что чем раньше пациент получает наиболее эффективный препарат, тем больше эффект мы имеем, именно в продолжительности эффекта. Обратите внимание, что алексиниб, назначенный в первой линии, нам дает 34,8 месяцев медианное время при назначении во второй линии всего лишь 10,9 месяцев. Транслокация РОС-1 встречается приблизительно у 2% пациентов. Попытка составить портрет пациентов с этой мутацией была проведена не мной, а рядом исследователей. И это чаще всего пациенты, которые никогда не курили или очень рано бросили. Это пациенты с аденокарциномой, чаще женщины, порядка 2-3 пациентов – это женщины. Отсутствие других драйверных мутаций и перестроек, характерных для немелкоклеточного рака легкого. Ну и медиана возраста пациентов приблизительно 50 лет. Если говорить о рекомендациях НССН, то при терапии пациентов РОС-1 мутации в первой линии предпочтительно назначение кризотениба либо энтрактиниба. Ну и другая возможная опция – это церетениб. Хотелось бы отметить, что энтрактиниб показывает значительно более высокие результаты у пациентов с метастатическим поражением центральной нервной системы. А вот про кризотениб, который является стандартом терапии в нашей стране сейчас, данных по его эффективности в ЦНС практически нет, потому что поданализы не проводились. И подход, который обусловлен временем выяснения, есть ли у пациента мутации или нет, зависит от того, каково состояние пациента. Если транслакция обнаружена уже во время терапии первой линии, этот подход никак не меняется. Мы завершаем запланированную системную терапию, либо можем ее прервать и предпочтительно назначение тех же препаратов, которые были бы назначены в том случае, если транслакция была бы уже выявлена. Повторюсь, что золотым стандартом стал препарат кризотениб, по крайней мере в нашей стране, ну и вообще в мире. И исследование профайл-1001, регистрационное исследование, где была выделена подгруппа пациентов с РОС-1 мутацией, показало высокую эффективность его у этих пациентов. Драматически серьезно возросла продолжительность жизни пациентов, получающих кризотениб. В то же время еще раз обращаю ваше внимание, что число пациентов с метастатическим поражением в ЦНС на начало этого исследования и подгруппы такой не было. И в самом деле кризотениб – это первый таргетный препарат, который доказал эффективность у пациентов с данным вариантом перестройки. И сбрасывать его со счетов невозможно. Хотелось бы остановиться на препарате энтроктиниб, который в данном объединенного анализа исследований первой и второй фазы трех исследований ALCO, Star Trek II, куда включались пациенты с распространенной РОС-1 мутацией, которые не получали до этого препаратов, ингибиторов тирозинкиназа РОС-1, продемонстрировал выраженные и длительные эффекты у пациентов с мутацией, включая пациентов с метастатическим поражением головного мозга, причем как в первой, так и во второй линии терапии. Выживаемость без прогрессирования на фоне терапии энтроктинибом составила 17,7 месяцев, в то время как 16,8 в общей популяции, а общая выживаемость 44,1 в общей популяции, 47,7 в популяции, получавшей энтроктиниб. На мой взгляд, тоже очень важная точка. Это сравнение, прямое сравнение энтроктиниба с коризотенибом. Исследование идет, это исследование третьей фазы. И первичная точка – это выживаемость без прогрессирования. Во вторичные, конечные точки, входит также и общая выживаемость, оценка непереносимости, токсичности лечения. И я думаю, что в ближайшее время мы с вами сможем получить ответ на вопрос, какой препарат предпочтительный или насколько существенно отличается один препарат от другого. Изменения гена РЭД были обнаружены в нескольких типах опухолей. И справедливости ради надо сказать, что рак щитовидной железы – это та мишень, опухоль, где подобные перестройки встречаются чаще всего, составляет порядка 10%. Немелкоклеточный рак лёгкого – это опухоль, где подобные перестройки встречаются с частотой 1-2%. Онкогенная активация РЭД происходит посредством двух генетических механизмов. Это слияние гена РЭД с другим геном, соматической или герминальной мутации. И мы имеем два варианта изменений. Для пациентов с неемелкоклеточным раком лёгкого более характерна транслокация гена РЭД. Если задуматься о том, каков портрет пациента с транслокациями РЭД, то это более молодой возраст пациентов по сравнению с пациентами с другими типами рака лёгкого. Медиана возраста 60 лет в сравнении с 70 годами в ряде случаев других по типам рака лёгкого. Это некурящие или курящие крайне редко пациенты. Это заболевание, которое на момент диагностики, как правило, распространено. И чаще всего имеется метастатическое поражение головного мозга. И это, безусловно, гистологическим по типам является аденокарцинома. И ранжировки РЭД являются взаимоисключающими с другими драйверными мутациями, такие как перестройки АЛК и РОС-1. Если говорить о том, какие варианты терапии у пациентов с подобной перестройкой могут быть эффективны, мне бы хотелось порассуждать по поводу всех возможных терапевтических подходов. Химиотерапия. Поскольку пациентов с подобными перестройками не так много, мы можем говорить об исследованиях, которые включают не очень большое количество пациентов. И вот в глобальном реестре 84 пациента, получавших химиотерапию на основе препаратов платины в качестве терапии первой линии, у 65 из них была возможность оценить ответ. И объективный ответ был достигнут у 51% пациентов. И медиана времени без прогрессирования составила около 8 месяцев, а медиана общей выживаемости около 25 месяцев. Мультикиназные ингибиторы, такие как кабазантинип и вандетанип, на них возлагалась большая надежда, и их изучали в ранних фазах, где они показали высокую побочную токсичность. Токсичность и эффективность были абсолютно несопоставимы. Медиана времени без прогрессирования составила в целом около 6 месяцев, а частота объективного ответа была также не очень высока. Ну и традиционной опцией становится иммунотерапия, и иммунотерапия также не даёт положительных результатов. В ретроспективном исследовании ответ на иммунотерапию отсутствовал у 13 пациентов, которые подлежали оценке, и медиана времени без прогрессирования составила всего 3 месяца. И, кроме того, не было отмечено связи между статусом ПДЛ-1, мутационной нагрузки и выживаемости без прогрессирования. Таким образом, TUMORMUTATION BED и ПДЛ не являются преддикторами ответа. В этом контексте мы можем сейчас говорить только о двух препаратах, которые в общем находятся на ранних стадиях исследования. Это препарат сельперкотениб, который применялся у пациентов как в первой, так и во второй линии терапии. Так вот, у пациентов, которые ранее получали химиотерапию препаратами на основе платины, частота объективного ответа при назначении сельперкотениба составила 64%. При этом полный ответ тоже был отмечен у 2% пациентов, а длительность ответа составила 18 месяцев. Если же препараты назначались у пациентов в первой линии терапии, то частота объективных ответов была существенно выше и составляла порядка 85%, а длительность ответа продолжалась. Исследование АРУ, исследование пролсетениба у пациентов с РЭД положительно распространенными солидными опухолями, это исследование охватывает пациентов с опухолями разных локализаций, имеющих мутацию РЭД. И подгруппа пациентов с немиклокречечным раком легкого позволило сделать заключение о том, что, причем эта группа была не очень большой, РЭД положительные пациенты, которые ранее получали химиотерапию на основе препаратов платины, то есть получали препараты пролсетениб во второй линии терапии, составило 91 пациент, те, кто в первой линии получали препарат 151 пациент, и отдельно была выделена подгруппа пациентов из Китая. Данные обнадеживающие, пролсетениб продемонстрировал свою эффективность в лечении пациентов с немиклокречным раком легкого, с транслокацией РЭД. И что не менее важно, а мы об этом уже говорили несколько раз, эффективность препарата в ЦНС. Он действительно демонстрирует стабильную интракраниальную активность, и у пациентов даже с измеряемыми метастазами в ЦНС. Подводя итог, мне бы хотелось сказать, что в нашей жизни всё динамично и серьёзно изменилось, появились эффективные препараты. Здесь я себе позволила обозначить те мишени терапии немилококлеточного рака легкого, с которыми мы уже с вами работаем. Не все препараты, на которые возлакались надежды, оказались теми препаратами, которые прозвучали как ВАУ-препараты, но тем не менее, в связи с теми активирующими метациями, о которых я сегодня рассказывала, есть просто препараты, которые вызывают глубокое восхищение. Нашей с вами задачей, на мой взгляд, на современном этапе является рациональное использование тех возможностей, которые мы имеем. Это значит поиск тех пациентов, которым данный препарат будет существенно изменять судьбу. И тот факт, что исследование продолжается, и некоторые вопросы, которые для нас ещё остаются открытыми, кто лучше, кто хуже, будут решены в течение ближайших 4-5 лет. Благодарю за внимание. Спасибо за вот такой достаточно масштабный обзор. И вы коснулись, по-моему, всех направлений и расставили всё по своим точкам. У меня вопрос не возник, Алексей Владимирович, а у вас? У меня тоже не возникло вопросов. Во-первых, хотел поблагодарить. Большое спасибо за последнюю таблицу с препаратами, потому что, мне кажется, это отличный вариант. Если ты хочешь дикцию выработать, то просто прочитав её хотя бы вслух, однозначно совершенно лучше способности говорить. Вот ещё дополнительная акция. Спасибо. Спасибо большое.